Нагадаемо, в минулую субботу у Гомеля по тяжерам снегу на людей обрушился дах катка. Брезентовый шатер, натягнутый с допомогой тросов, лопнул. Снегом накрыло полову ледового покрытия и территорию лябортиков. В той момент на катку находилось больше 60 человек. Пять граждан, в том числе два ребенка, были госпитализированы. По итогам осмотра четверо отпущены домой. Подразделения МЧС проведены поисково-спасательные работы. Других пострадавших не обнаружено. Дорогие, одна женщина, Жихарка Калинковича, до этого часа застается под наглядом медиков. Она находится в нейрохирургическом отделении областной больницы. Напереде широк обследований, тому, как минимум до конца тыня, потерпелая проведет тут. Состояние стабильная, помощь еканцена в полном объеме. Но еще сегодня обследуется. Так состояние не вышает опасения, легкая черта мозговая драма. Будем надеяться, что все обойдется. Надзвичайное оздарение на ледовом катку стало не шаканным, хиба только для тех, кто проводил тут субботний вечер. А вот уластники объекта могли не только спрагнозовать такую ситуацию, але не допустить ее, почистить дах. Причим, напоминь, об этом усе субъекты господара не отримали еще у лютым. Контрольный для тех, кто предписание не выполнил, еще и на минулом тыдне. Але и тут не спрацовало. Сподевались она пыла на красавик и кидокладно растопить снег. Однако, як усе было на самой справе высветлить следство. Проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты фрагменты тента со следами разрыва, а также видеозаписи камер видеонаблюдения. Опрошены работники ледового катка, пострадавшие, медицинские работники. Проведен поквартирный обход прилегающих домов. Изъята строительно-техническая и служебная документация. В рамках проверки назначено проведение судебно-медицинских, строительно-технической и других экспертиз. До речи уже на протягу некольких опошних ден коммунальные службы выкористовывают усе резервы. На уборце снегу працуют больше 500 человек. Выведена свыше 81-х спецтехники. Наша сдымочная бригада проехала по улицах Гомеля. На масштабные снегоуборочные работы трапили у Любинске микрорайоне. Как сейчас вы видите, что работа продолжает на следующий момент и на одном из подразделений. К сожалению, не везде получилось доехать, но работы не останавливаются. Работы продолжаются и они выполняются. Пирожка джавть наводить парадок на прилеглых территориях и неправильно припаркованной автомобиле. Так уздолж подъездов покидать машины нельха. Коли б тут было свободно и транспорт стоял только на парковочных местах, спецтехника могла пройти. В основном используется техника снегуборочная на базе трактора МТЗ. Это впереди отвалы, сзади щетка. Поэтому они довольно-таки габаритные и есть неудобства при очистке дворовых территорий. Але и такая проблема. Будем сподеваться, наступной зимой не поустанем. Кожная служба сюрпризов сезону зарабила свои выводы. Например, жилево-коммунальная господарка Гомеля вырешила набыть компактную спецтехнику, которая легко пройдет по узких дорогах и тротуарах. Тогда пешеходов и автомобилистов не смогут наполохать никакие снегопады.